Всем огромный-огромный привет! И зачем я только вышла из дома? Зачем поехала в магазин? В общем, хоть из дома не выходи. Поехала и затарилась, аж неприлично сказать на какую сумму. Но мне нужно было кое-что для ремонта. Поэтому я заезжала в Леруа. Была очень рано утром. И в Леруа потратила 2116 рублей. В общем, что купила в Леруа. Во-первых, я хочу, кто видел, у меня есть такой торшерчик со столиком, низенький. Ну, может, в видео там попадался. Я хочу из него сделать большой, просто высокий торшер, без столика, просто на палке. Я купила такую интересную винтажную палку под антикварное золото. Вот. 160 она сантиметр, метр 60, диаметр 28. Такая толстая, чтобы на ней держался этот торшер. В общем, хочу переделать, просто сделаю, потом обязательно вам покажу. Думаю, кому-нибудь, может быть, будет интересно данные переделки. И такая палка мне стоила в 928 рублей. Вот. Еще купила, хочу заменить вот этот экран белый на батарее. У меня шестисекционная батарея стоит на кухне. И вот на шестисекционную. Это уже ржавая вся. Уже. Вот. Не знаю, буду ли ее выкидывать или, может быть, покрашу. Но пока, в общем, решила заменить. Ей уже 10 лет. Вот. Она уже проржавела. Я ее уже отмывала, отмывала. Но, сами знаете, все уже на кухне. Думаю, ничего страшного, если я куплю. И вот такая шестисекционная экран. Стоит 684 рубля. Так. Что я купила дальше? Конечно же, купила какие-то гвоздики. Гвоздики. Вот такие. Потом купила колесики. Такие колесики. Колесики, кстати, недорогие. По 54 рубля. Колесики. Вот такие. Это для моего торшера. Вот. Он у меня будет стоять на такой подставочке внизу. И будет внизу четыре колесика. Что можно было взять, передвинуть. Вот так. По 54 рубля колесики. Дальше. Чтобы сделать вот эту дырку внизу, вставить штангу, я купила такое сверло, чтобы дырку сделать. Вот. И ручку еще одну. Купила такую в шкафчик. Потому что взяла такую ручку. Это декоративная ручка мебельная. Взяла такую ручку, чтобы сделать в коридор. Я уже вам показывала. Я ее сделала в коридор, чтобы повесить вот этот вот лопаточку для обуви. Так интересно смотрится на кирпиче. И вот я докупила это на шкафчик. И вот за это все. Плюс еще вот эта штанга и экран на батарею мне вышла в 2116. 2116. Вот я говорю, вот так, девчонки. Делайте ремонт. Придешь в магазин, ничего не купишь. 2000, как слизала корова. Вот. 2000, как слизала. Но мне нужно было съездить. Мне нужно было купить все, чтобы переделать этот торшерчик. Потому что у меня в комнате, сами знаете, я сейчас сделаю немножко перестановку туда-сюда. Что-то подвинулось, что-то выкинулось. Столик уже переделали. Сделали маленький. Он был большой, не влезал. И сейчас вот этот торшер, но на самом деле он никуда. Не туда и не сюда. И поэтому я решила его сделать высокеньким. На колесиках раз подвинула, помыла, попылесосила. В общем, я буду это. Ну и, конечно же, не обошлось без магазина. Мне было ничего не нужно. Вот. Думаю, заеду, куплю воды. Купила. Купила воды. На 4 тысячи. Посмотрите. 4 тысячи 200 рублей. Я просто в шоке. В шоке. Понимаете? Это вот, как говорится, кулинарного блогера, да? Или человека, который просто готовит, заносит в магазин, и у него начинает раскрываться кулинарная фантазия. Ну и еще кое-что подкупила. Потому что, знаете, вот вижу скидки акции. И прям не могу пройти мимо. Потому что, знаете, вот, как говорится, не купишь по скидочке и по акции. Завтра понадобится. И уже, извините, этого не будет. И придется покупать. Ладно. По обычной цене. Или ждать, пока когда-нибудь это будет по акции. Быстренько вам покажу сейчас заморозку. И потом уже буду показывать все подряд. По очень хорошей цене в этот раз в глобусе были мои любимые овощи. Это самые любимые овощи, которые я беру постоянно. 130 рублей. Это вот такое фасулье. Овощи по-турецки. В первых, постоянно. Овощи обалденные. Как-нибудь с вами приготовим их приготовим. И я обязательно покажу, что вот там внутри этих овощей. Я думаю, вам тоже понравится. Беру уже в первый раз. Без акции они очень дорогие. Я взяла две упаковки. Не хотела вначале брать. Но у меня две упаковки было. Мы их подвели. И вот я еще взяла. Потому что, думаю, что если не возьму, потом по акции не будет. У меня уже такое один раз было. И мне приходилось брать без акции. Где-то примерно 170 рублей они стоят без акции. Дальше. На один очень интересный рецепт мне нужны были пельмени. Очень долго я выбирала. Не хотелось бы брать откровенную какую-то ерунду. Вот. Взяла вот такие глобусы. В такой картонной винтажной упаковке. Посмотрите, как интересно выглядит. Это собственное производство глобус. Пельмени из говядины и курицы. 239 рублей. В общем, какие цены помню, те цены буду называть. Какие не помню, в чеке искать не буду. Извините уж. Потому что цены все равно у всех могут быть разные. Пельмени стоили 299 рублей. Написано только из натуральных ингредиентов. Что меня подкупило. Здесь 700 грамм. И в принципе за 700 грамм 299 рублей не такая большая цена. Адрес производства город Владимир. И состав я почитала вообще обалденный. В нем ничего нету плохого. Говядина, курица, лук, перец, мускатный орех, соль. Это что касается фарша и теста. Мука высшего сорта. Вода. Яйцо. Масло подсолнечное. Соль. Все. Кто посещает глобус. Обратите. Может быть вам тоже понравятся такие пельмени. Обратите внимание. Я их правда еще не готовила. Вот давайте так. Кому интересно на самом деле. Кто не хочет тратить деньги покупать. Подождите пока я их приготовлю. Оставлю вам отзыв. Вкусные, невкусные. Потому что знаете. Я вообще покупные пельмени не беру. Либо беру только уже в проверенных магазинах. Проверенные пельмени. Которые на самом деле вкусные. Вот. Был опыт такой, что тратила деньги. И все выкидывала. Вот. Даже известных брендов. Сейчас отношу. Выкидывала прям целыми килограммами. И тратила немаленькие деньги. Сейчас отношу в морозилку. Чтобы у меня это ничего не потаяло. И к вам обязательно вернусь. Не уходите. Дальше буду показывать вам все подряд. В общем нашла. Перебивалась в последнее время. С пятое на десятое. Нашла в глобусе соду. 28 рублей всего. Сода очень нужна. Очень важна. Я ей мою посуду. Кто меня давно смотрит. Знает для чего. Я покупаю соду в таком количестве. Тем более по 28 рублей. Я последний раз в пятерочке. Брала ее гораздо дороже. Так. Взяла вот одну такую. Ой. Нет. Вроде не протекла. Думала протекла. Взяла вот такую маленькую селедочку. Все знают, что в глобусе есть. Ну вот кто ходит. У кого рядом есть глобус. Знает, что в глобусе есть собственное. Мясное и рыбное производство. Я решила попробовать их селедочку. Сказали, очень вкусная. Селедка слабосоленая в заливке. 299 рублей. Это недорого. Она уже такая. Знаете, вот филешечки. Там филешечки, которые лежат в этих. На 27 рублей. Ну, если бы знала, вот что 27 рублей будет. Ну, я бы побольше бы взяла. Ну, а так, видите, как украла. Как украла эту селедочку. Но ничего страшного. Это на пробу. Мало ли окажется невкусная. В следующий раз, если будет вкусная, конечно же, повторю покупку. Потому что если что-то вкусное, покупочку я всегда повторяю. Так как это происходит с бужениной мясного цеха «Глобус». Тоже берем постоянно. Она, правда, 619 рублей. Сегодня взяли вот такую порезанную, чтобы не возиться. На 181 рубль. В общем, взяли. Причем, кусковая буженина, она стоит 591 рубль. А вот это вот потратились для вас. Порезали и уже 619 рублей 90 копеек килограмм. Так что вот так, вот так. Кварожок взяла. Очень хочу кое-что приготовить. Знаете, что-то так ходило. И бывает иной раз в процессе хождения по магазинам. Меня осеняет фантазиями, чтобы приготовить на кулинарный канал. Самой покушать. Вот. Поэтому что-нибудь приготовлю из творога. Взяла 200 грамм. Вот такой вот брикетик. Тоже что-то очень дорого. Девчонки. 85 рублей за килограмм. Ой, за килограмм. За 200 грамм. Вот за эту пачку. Но хочу вам сказать, Глобус-магазин отнюдь не дешевый. Там у него есть карточка. Есть что-то, какой-то товар по карте Глобус. Есть какие-то бывают скидки. Но в основном вот так, конечно же, Глобус-магазин дорогой. Взяли опять в этот раз. Но это я взяла не себе. 329 рублей. Зельц, Глобус. Вот он уже идет по акции. Вот тут написана акция. Тоже взялись, да? Лентяи, а? Какие лентяи. В прошлый раз с кусками. А в этот раз, в общем, порезанные. Тут буквально три куска. Потому что режут его толстые. Это же все же зельц. На 123 рубля. Вот. На 123 рубля. Я говорю, если что-то хорошее, покупка у меня всегда повторяется. Я где-то еще взяла кальмар. Ну, не могу найти где. В общем, кальмары все съели. Представляете? Взяла опять фарш из постной говядины. Обалденный фарш. Постоянная, постоянная моя покупка. Нежирный. Готовлю из него все. И голубцы, и тефтельки, и котлетки, и макароны по-флотски. И, в общем, все, все, все. Его беру уже давно. Да, дорого. По акции его еще не видела. 579 рублей. Как стоил, так и стоит. Но хотя мне казалось, он что-то раньше стоил чуть подешевле. По 550 или 540 рублей. И, в общем, сегодня выбрала такой маленький кусочек. Здесь 640 грамм на 375 рублей. В общем, что-нибудь с него такое на варгане. В общем, что-нибудь на варгане. Взяла также кусочек мяска. Так мне он понравился. Посмотрите. Хочу что-нибудь сделать. Прям вот. И сниму, конечно же, для кулинарного канала. Хочу что-нибудь поэкспериментировать, приготовить. И взяла вот такую. Понравилась мне эта говядина. Такая светленькая. Говядинка. Тазобедренная часть. Небольшой кусочек. Всего 590 грамм на 415 рублей. Говядина в глобусе очень дорогая. Баранина в глобусе очень дорогая. И вот эта тазобедренная часть говяжья, она по 699. Девчонки, вот так. Вот такие цены. Вот такие цены. Но зато я нарвалась тоже на акцию практически бесплатно. Посмотрите, что урвала. Урвала свиную грудинку на косточках. Хочется из нее приготовить что-то уже интересное. Она, я так посмотрела, так как я была с самого раннего утра. Все только упаковали. Вот. Только-только упаковали. Мясистое, мясистое. Посмотрите, одно мясо. Хочу что-нибудь для нее приготовить. Именно вот как на праздничный стол. Вот из нее сделать. И получилось, стоит она у нас 249 рублей. Меня, кстати, очень много девочек спрашивали, почем у вас такие вот тонкие грудинки. Можно выбрать как кусочки без косточек. Можно выбрать как кусочки на косточках. Я специально выбрала такие кусочки на косточках. Тут вот еще есть хрящики. Потому что есть одна задумочка сделать одно очень вкусное блюдо. Очень вкусное такое мясо. И вот самое мое любимое, прилюбимое мясо, это как раз вот грудинка. Вот мясо, которое ближе располагается вот к этим грудным костям, к ребрам. Оно, мне кажется, самое вкусное. Вот из всей части свиной. Хотя я свинину стараюсь не употреблять. Но уже сколько раз рассказывала, что если вижу какие-то хорошие куски мяса, свининки, по такой цене, тем более 249 рублей, то стараюсь взять и что-нибудь приготовить. И, соответственно, показать вам тоже, что вот из такого кусочка можно приготовить. Но у меня здесь почти 200, 298 рублей. Вот, выбирала-выбирала. В общем, были там как такие кусочки и не очень мясистые. Ну вот я кое-что из нее, думаю, наверное, приготовить. Поэтому вот так. А девочки меня просто спрашивали, почем у нас грудинка. Потому что у некоторых грудинка даже есть по 300-350 рублей. Так, первый пакет закончился. Представляете, как только начала брать вот эти квадратные прямоугольные лаваши. Сразу они закончились в глобусе. Взяла последний. Вот так. Все, видать, их распробовали, что их не надо не резать, никак завернул трубочкой и кушал. И что они дешевые за такую цену. Но сегодня я его взяла без скидки. 19 рублей он стоит. Больше не было. Хотела сама взять 2 или 3. Потому что мы его тоже и кушаем, и я рецептики снимаю. Очень, в принципе, удобный такой лаваш. Там есть и круглые такие уже. Есть обычные листовые. И есть вот такие прямоугольные. Это он не свернут, девчонки. Это вот 6 таких прямоугольных листов. Обратите внимание, у кого есть этот глобус. Взяли побаловаться вот такой читас-дритос. Но только из-за того, что это новинка. Ходдок какой-то. Я обычно стараюсь такие вещи не брать. И также взяла себе побаловаться вот такую водичку фейхуа. Как-то где-то пила. И вот захотелось опять попробовать. Где-то меня то ли угощали, то ли я где-то пила такую водичку. Взяла огурцы. Ой, главное, чтобы помидоры не раздавить. А то, знаете, сейчас помидоры черри вообще в аховскую цену 289 рублей. Здесь 400 грамм. Но я взяла. Мне, в принципе, надолго хватит. И тут очень-очень много. Они такой, знаете, сливовидной, такой вот пальчиковой формы. Но цены, конечно, закачаешься. Также взяла огурчиков. Огурчики сегодня были по идеальной бесплатной цене. Поэтому я взяла два вида. И даже хочу вам сказать, почем огурцы. Огурцы даже взяла два вида, закинула. Потому что одни вначале взяла. Вот эти огурчики у нас... Так, это у нас какие? Это бугорчатый зеленый 600 грамм. Ой, жалко, я не взяла. Помидоры 286 рублей. Вот эти огурцы 69 рублей. Но бесплатно, девчонки, 600 грамм. Бесплатно. Они такие плотные, упругие, хорошие. Я уже такие брала. Огурчики очень ароматные. Взяла хлеб. Хлебопекарни Глобус тоже. За 26 рублей. Это хлеб европейский. Очень-очень мягкий. И он небольшой. Видите, он прям небольшой. Здесь граммовку не пишут. Я думала, будет написана граммовка. Но он небольшой. Кстати, выпекает город... Так, выпекает... Не вижу, кто выпекает. Не вижу. Так. Дальше опять взяла пакеты. Пакетов много не бывает. Потому что... Потому что потому... Пока они по акции. Потом сунешься, а они будут по 170 рубликов. Взяла. Дальше. Кальмар. Кальмара тоже весь разобрали. Тот в пряные заливки разобрали. В пряностях. Вот этот тоже весь разобрали. Там лежало два кусочка. Это у меня ждало. Но я взяла только один. В этот раз взяла просто горячего копчения. Вот такой вот пласт. Но я думаю, видно. Тоненький такой плосточек. Порежу. Полакомлюсь. Либо на салат оставлю. В общем, 559 рублей. Он подешевле, чем тот в заливке. 290 грамм. Ну, на 163 рубля. Взяла. Теперь не могу уйти без кальмара. Буду всегда смотреть. Ну и вот такие огурчики. Взяла тоже. Вот это луховицкие огурцы. Но вот эти какие-то такие, знаете, их надо кушать. Они уже чуть... Вот этот какой-то я вижу уже подмятый. По 169 рублей на 114 рублей. Вначале набрала вот эти. Потом увидела по 69. Думаю, ладно, не буду отказываться. Возьму эти. У меня нет такой привычки. Знаете, вот кто-то наберет, взвесит. И вот этот товар по всему магазину раскиданный. Потому что за ненадобностью. Я так не делаю. Я набрала. Думаю, ну съем все равно. Тем более это огурчики. По 35 рублей взяла вот такие сливочки. Сделаю из них вкусную, привкусную штучку. По 60 рублей вот такую моцарелку. В этот раз взяла одним таким большим шариком. Но моцарелку я люблю. Это очень полезно и вкусно. Далее самая дешевая тоже, как селедка. В моих покупках это морская капуста. Обычная, дальневосточная. Вот так хорошо порезана. Капуста продается разных видов. Вот кто любит, девчонки. С нее, во-первых, салаты очень вкусно делать. 209 рублей килограмм на 40 рублей. Вот здесь я взяла 200 грамм почти. 196 грамм. Это продается в отделе собственного рыбного производства «Глобус». Так что обращайте внимание. 169 рублей опять взяла. Полюбила я последнее время. Вот многие меня спрашивают, какое кофе ты любишь, какой ты пьешь. Последнее время прям рука тянется вот к этому. Как только вижу на распродаже, беру. У меня кончается. 169 рублей взяла. Пускай будет. Дальше. Взяла удон. Девчонки, нашла интересный удон. Если честно, не посмотрела даже сколько стоит. Сен-сой, но он широкий. Удон. Пшеничная лапша для приготовления широкий. Последний раз я, кстати, удон брала во вкус Вилли. Что-то мне не понравилось. Вот. Ну, видать, тоже не знаю. Может, от смены зависит, кто делает этот удон. А вот сколько стоит удон, я не посмотрела. Потому что там несколько... 113 рублей. 113 рублей. Вот. Хочу что-нибудь приготовить интересное. Ну, вы сами знаете, я люблю. Сколько раз уже готовила. Прикупила вот такое мороженое. Мы с вами тоже мороженое уже делали. Уже месили как-то один раз. Прикупила еще. Решила вспомнить старые времена. В общем, со сливками взбиваешь, и будет у тебя мороженое. В общем, проверим, посмотрим. Потому что последний раз я делала мороженое очень давно. Выбора мороженого в Глобусе практически никакого нет. Фирм никаких нет. Только одна вот такая, 65 рублей. Вот. Было вот такое ванильное и шоколадное. Но шоколадное как-то не очень. А вот ванильное взяла. Поэтому попробую еще раз. Дам ему шанс. Взяла вот такую интересную пасту. Не знаю тоже, сколько она стоит. Том-ям паста. Что-то в районе. Люблю добавлять в супчики. И хочу сделать супчик с фрикадельками. И вот добавить как раз вот эту пасту. А-ля такой русский том-ям. Вот. Ну, мы уже с вами наподобие что-то варили. Помните мне, что это не том-ям? Какой том-ям с лапшой? Помните, с лапшой? А 77 рублей. Вот такая паста. Вот. Поэтому попробую именно такую. До этого я брала другую. Вот. Ну, попробуем теперь вот такую. Дальше, дальше, дальше. Еще я взяла, конечно же, воду. За 119 вроде рублей. Не знаю, сколько это стоило. 98. 98 рублей что-то захотелось. И корочки, трески. И она именно такая, вот какая должна быть. Вот такая. Захотелось. Производство глобус. Вот такая корочка трески. Вот. 140 грамм. После вскрытия хранить не более 48 часов. Но она у нас так долго и не хранится. И состав очень-очень хороший. Продукт охлажденный. Дальше. Ну, что это все. И на это все я потратила. 4 тысячи. Еще я взяла 6 упаковок 5-литровой воды. Там архиз был по акции в 29 рублей. Негазированный взяла. Вот. Потому что вода в доме должна всегда быть. Я в последнее время не пью никакую кока-колу. Никакую вот газированную воду. Вот только взяла фейхоа. Потому что решила вспомнить старые времена. Вот. 6 упаковок взяла этого архиза. Негазированного. Полтора литрового. Вот. Получилось. Сейчас скажу вам по ценам. Так. Вода вот эта 5-литровая по 35 рублей. Меня, кстати, девчонки спрашивали, сколько стоит вода. 5 литров 35 рублей 60 копеек. У меня получилось на 213 рублей 6 бутылочек. Вода архиз без газов. У меня все в машине. Поэтому, ну, а как тащить? Не дотащу. Все в машине. Вода архиз без газов. Полтора литра. 6 бутылочек тоже. По 29 рублей 65 копеек. На 177 рублей с копейками. Взяла рычалсу. Вот такую. Вот эту я пью с газами. Она газированная, газированная. 53 рубля 40 копеек. Я взяла вот две таких бутыль... Ой, фу. В рот себе засунула. Две таких бутыльки. Иногда пью. Вот. И все. И вот на это вот что? Тут особо-то и ничего нет. И на это я потратила 4214 рублей. Плюс вот эти 2000 в Леруа. Короче, съездила. Съездила за водичкой. Вот. Съездила за водичкой. Очень стало, знаете, жалко, что вот кальмар. Получилось нету кальмара, да? Но я теперь этот попробую. Я, в принципе, его и хотела попробовать, раз я тот пробовала. И вот что лаваша. А я бы взяла в упаковочке две лаваша. Три. Вот. Ну, рада, что взяла мясо. Что-нибудь поготовлю из мяса. В принципе, мясо это и есть еда. Главное, я взяла говядину. Ну, и что-нибудь сварганю. Вот с этого хорошей такой грудиночки. В общем, девчонки, дорого-дорого-дорого. По магазинам ходить дорого. Все очень дорого. Но, как говорится, все иной раз надо. Все, мои хорошие. Пока-пока-пока. Вот. Будем с вами готовить мороженое. Не знаю, попробую. Хочется мне именно сделать. Я взяла 20-процентные сливки. Может быть, они получше взбиваются. Ну, вот я не помню, какой мы в прошлый раз делали фирмы. Надо найти видео, посмотреть. То мороженое мне что-то вот не очень понравилось. А вот это мороженое я еще не брала. Поэтому попробуем. Ну, вот иногда беру баллы у себя. Все, мои хорошие. Пока-пока-пока.